Бизнес-ланч Спасибо большое. 2021 был крайне успешным для особой экономической зоны Ступиноквадрат. У нас на сегодняшний день уже 30 резидентов. Надеюсь, что в этом месяце мы 31 резидента подпишем соглашение. У нас 40,5 миллиардов инвестиций, которые осуществили наши инвесторы. У нас два завода запустились, один российский, один французский в 2021 году. Мы продолжаем строительство нашей частной железной дороги. У нас создано уже больше 2,5 тысячи рабочих мест. В общем, мы довольны жизнью. Давайте тогда несколько подробнее, если начинать с резидентов. Насколько увеличение произошло? Сейчас 30, ждете 31-го? Да, но у нас в прошлом году к нам присоединилось 6 резидентов, по-моему. Много это или ожидали большего, если сравнивать с 20-м, например? Ну, с 20-м сложно сравнить, хотя и 20-й год был у нас очень успешным, потому что в 20-м году, я рассказывала, по-моему, у вас же, в самый канун пандемии мы подписали соглашение с Бориллой. Это было 28 февраля, по-моему, буквально за несколько дней или за несколько часов до того, как все случилось. И поэтому весь 20-й год мы очень плотно работали над подготовкой участка для Бориллы и как раз начали строительство железной дороги для них. А все те, кто пересиживал пандемию, они к нам как раз и присоединились в 21-м году. Поэтому 21-й год был хороший. Ну, если тогда про Бориллу зашла речь, собственно, Борилла это и есть один из тех заводов, который все-таки построен был в 2021-м, правильно? Нет, нет, они строятся, там огромное строительство. Они строят, они инвестируют, по-моему, 180, даже больше 180 миллионов евро. Они строят первую в Европе, в Восточной Европе, мельницу для твёрдых сортов пшеницы. Это такая история, которую нельзя сделать за год. Но они молодцы, они движутся. На каком этапе, вот сколько ещё, когда? По-моему, у них по плану 24-й год, год запуска. А кто тогда, значит, запустился? Запустился, ну, вот последний в декабре, 16 декабря мы запустили как раз в день рождения Алексея Анатольевича. Мы решили отпраздновать его таким образом, запуском завода Монен. Попросили француза, господина Оливье Монен, чтобы он свой завод приурочил к дню рождения Алексея Анатольевича. Говорю, ну вы же все в пищевке работаете, ну надо как-то. У нас был очень красивый концерт. Вот тенор, арфа, труба. Сам завод, наверное, самый красивый на сегодняшний день. Вот Алексей Анатольевич обещает нам... Сиропы, да? Да-да, сиропы. Но у них такой шикарный вход стеклянный, с кирпичом, лофтовый стиль. Алексей Анатольевич обещает построить у нас завод сыра и переплюнуть. По красоте завод Монен. Надо хотя бы завод Монен посмотреть. Так, а второй завод? А второй это российское производство, печать на ткани компании D-Tex. Вот сейчас готовится к запуску у нас завод. Потрясающие ребята, российские, они производят умные счетчики, называется D-Cast. И помимо того, что эти счетчики умеют считать... В дома умные счетчики. И в дома, и на инфраструктуру. У нас самая умная инфраструктура в нашем индустриальном парке. С тебя начинается. Да-да, мы начинаем. Ну, вернее, они начали, безусловно, не с нас. Но нам просто очень удобно, потому что все данные приходят в цифровом виде. И можно регулировать и потоки, и напряжение, и количество потребления. Можно регулировать как единичным потребителем с помощью айфона или смартфона, так и управляющей компанией особых экономических зон или индустриальных парков. Тоже очень удобно. Все видно. Все вот на одной диаграмме сразу же видно, как потребляется и вода, и газ, и электричество, и канализация. Все видно, кто как себя ведет из потребителей, из резидентов. А у нас же 17 заводов уже, поэтому у нас там такая движуха. Движуха надо отслеживать все время. И раньше это было вручную, а вот сейчас с помощью Декаста. И у них есть очень умное самое главное, что у них мозги. В основном ценность продукта в том, что у них есть эта цифровая платформа, которая позволяет собирать и анализировать эти большие данные. Они вот сейчас к запуску готовятся. Да-да, они готовятся к запуску сейчас. Насколько уникальна эта продукция вообще? Ну, я так понимаю, что для России она достаточно уникальна. И самое уникальное в ней как раз то, что не только то, что счетчики собираются, а то, что вот эта платформа цифровая для сбора анализа данных, которая соединена и с управляющими компаниями, с конечным потребителем, но также и с тем, кто является энергоснабжающей организацией, водоснабжающей организацией. То есть это для всех такая история. То есть это для всех очень удобно, да. 40 миллиардов инвестиций рублей в год за 2021-й? Нет, это не в год, это кумулятивно. Было бы, конечно, очень здорово, если бы мы в таком объеме по 500 миллионов долларов ежегодно бы. Да, но на самом деле... Это всего за 6 лет, да? Да, это за 6 лет существования особой экономической зоны. Ну, опять-таки, 21-й какой вот он был в плане привлечения инвестиций? Насколько... Ой, вы знаете, сейчас я цифру, наверное, вам точно не назову, но можно прикинуть, что, наверное, миллиардов 5 мы все-таки привлекли. Не, наверное, даже побольше будет, если считать уже осуществленные барилы инвестиций, то побольше. Шестилетие отметили? Да, отметили шестилетие. К сожалению, у нас был запланирован такой большой красивый праздник в красных платьях, но ковид нам все испортил. Но мы очень надеемся, что этим летом у нас ковид закончится, и мы сможем праздновать с парашютами, с мотоциклистами, в красных платьях, красиво. Очень хочется праздник. Ну, в общем, можно сказать, что 21-й год был достаточно успешным? Да, ожидания оправдались, насколько? Я бы сказала, что 21-й год превзошел наши ожидания. Собственно, после ковида, после 20-го года ожидания были скромные, и вообще было непонятно, чего ждать. И 21-й год нас приятно удивил. Екатерина Алексеевна, расскажите о железной дороге, вот об этом проекте, для тех, кто, может быть, не слушал прошлую программу, да, где вы уже говорили о том, что вот такое вот есть в планах. На каком этапе, для чего это необходимо, в чем уникальность этого проекта? Андрей Юрьевич Воробьев очень-очень нам помог, потому что у нас теперь есть частная железная дорога, которая врезана в основную железную дорогу, большое московское железнодорожное кольцо. И таким образом грузы, которые приезжают к нам или уезжают от нас, могут по всей России путешествовать и за рубеж с помощью железной дороги. Это большая экономия на логистике. Вот Алексею Анатольевичу была необходима железная дорога. Он сказал, что если у нас не будет железной дороги, он не будет у нас к вам. И мы ему пообещали, у нас есть до сих пор салфетка с ним такая. Мы скоро в рамочку, наверное. Вот когда сырный завод начнем открывать, тогда салфетку в рамочку. Повесим. И там было согласовано, что у нас будет частная железная дорога. Алексей Анатольевич, по-моему, до сих пор не верит, что все получилось. Но завод «Мустанг» просто невозможен без того, чтобы железнодорожная ветка заходила непосредственно на завод. Алексей Анатольевич был у нас первооткрывателем. Сейчас «Борилла» к нему присоединилась. И вообще очень интересно, что с помощью железной дороги возможны некие синергии между нашими заводными производителями и по закупке сырья совместного, и по... Где-то, да? Екатерина Алексеевна Евдокимова. И акционер «Уна Гранде Кампани» и «Мустанг» технологии кормления Алексей Анатольевич Мартыненко. Бизнес-ланч. Пожалуйста, Алексей Анатольевич, расскажите, я так понимаю, что железная дорога, она... Сказать, как же делать? С вас, фактически. Резидентом. Да. Каково быть резидентом Ступина Квадрата? Да, на самом деле, очень хорошо. Мы пять лет назад, по-моему, вот купили участок. Практически у истоков. Да, мы, конечно, не думали, что будет, то есть, как бы, идея была в том, что будет железная дорога, вот, но потом оказалось, что нам нужно ее и построить, и оплатить, вот, и в результате мы и построили, и оплатили, и... Но самое главное, что она есть, это, конечно, оказалось чуть сложнее, гораздо, вернее, сложнее, чем мы могли подумать, но действительно помогли власти, значит, это, и в конце концов мы действительно не верим, что она построена, но она функционирует, функционирует достаточно хорошо. То есть она уже запущена? Да, она уже запущена, уже больше года. Да, да, она запустилась в начале 2020 года. Вот, и для нас это важный момент, но, опять же, это и важный момент для экономической зоны, потому что это позволяет привлекать дополнительных резидентов, особенно такие крупные компании, как Борило, потому что, что для нас, что для них, я так понимаю, железная дорога – это ключевая вещь, ну, в России, по крайней мере, потому что здесь железная дорога до сих пор, так скажем, играет очень важную роль, и, наверное, будет играть в будущем очень важную роль при грузоперевозке. Ну, поэтому, в общем, самое главное, что мы запланировали, мы сделали, и в этом смысле я ни разу не пожалел, что мы купили там участок. А почему, кстати, изначально вот именно на эту особую экономическую зону ваш выбор пал? Расскажи, пожалуйста, как ты принимал решение? Ну, это, вы знаете, как я принимал решение, это вершина айсберга, понятно, что это не было так, что, как ты любишь гореть, вы любите гореть, пошел в лес, собрал три белых, и поэтому решил, что хороший знак, вот, на самом деле это достаточно хорошее расположение, потому что мы занимаемся кормами, и нам важно быть и близко к потребителям сырья, и близко к потребителям нашей готовой продукции, поэтому и должна быть определенная концентрация транспорта в этом районе, потому что мы в среднем в месяц отгружаем там 6-7 тысяч тонн продукции, принимаем и отгружаем, поэтому для нас логистический вопрос, он, как бы, такой важный, да, и Ступино в этом смысле, оказывается, имеет достаточно много преимущества, потому что доступ к южным частям России, где, в общем-то, производится сырье, ну, и, соответственно, как Москва, она всегда была таким логистическим хабом для отправки там в Сибирь, на Дальний Восток, на Урал, поэтому, в первую очередь, это было принято решение из-за логистических соображений, вот, ну, и не менее важно, это, конечно, особый налоговый режим, это очень важно, ну, и наличие ЖД путей, вот, вот, вот это, как бы, позволило мне достаточно быстро принять решение, буквально в течение одного дня, действительно приняло решение, потому что все эти три фактора, они, как бы, сошлись, и я, вот, поверил Екатерине, и, в общем-то, подписали соглашение, и начали строительство. Вы сейчас расширяетесь, да, насколько я знаю, что у вас, расскажите, вот, о... Мы сейчас строим, как бы, вторую очередь завода, она, как бы, меньше, чем первая, но, тем не менее, то есть, мы планируем в этом году, где-то инвестировать порядка 300 миллионов рублей, и, таким образом, запустить еще два завода, ну, два мини-завода, так скажем, построены с основным на этой, на этой площадке, ну, на этой земле. Как-то продукция расширяется? Ну, да, мы расширяем ассортимент продукции, потому что... Что у вас сейчас в ассортименте, да, и на что вы хотите выйти? Мы сейчас производим такие концентраты, так скажем, кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, для продуктивных сельскохозяйственных животных. Мы выпускаем премиксы и собираемся выпускать органические кислоты, еще дополнительные добавки для крупного рогатого скота. Ну, там достаточно широкий спектр данных добавок, поэтому мы запускаем еще два, так скажем, завода. Собираемся запустить два завода по, по сути, кормовым добавкам. А куда сбыт идет? Ну, сбыт, так скажем, территориальный... География какая у вас? По всей стране, да, там, и начиная от центрального региона, и заканчивая Дальним Востоком. А продукты, которые идут, это в основном хозяйство, производители молока, свиноводческие предприятия, сводческие предприятия. Ну, фокус, наверное, на производителе молока для крупного рогатого скота, для, так скажем, продуктивных коров, для повышения продуктивности коров, для снижения себестоимости. Как с конкуренцией? Ну, как бы нам, с точки зрения конкуренции, мы никогда ее не то чтобы не боялись и не смотрели. Мы, в общем-то, больше фокусируемся на клиентах и смотрим, какую дополнительную ценность мы им принесем. А, так скажем, если конкуренты сделают так же или лучше, мы только это приветствуем. Потому что, как бы, я думаю, в современном мире уходит вот это, что конкуренция лоб в лоб. Мы, как бы, занимаем свою нишу и там стараемся сделать для клиентов добавленную стоимость. Поэтому, ну, реально на конкуренцию особо не смотрим. Можно расскажу секрет? Алексей еще производит сыр. Да, вот я же помню, что вы сказали про запах завода, я как раз хотела. Так вот, на упаковках сыра, масла, продукции завода написан личный телефон Алексея. То есть потребители звонят непосредственно Алексею и рассказывают, что они думают про продукт. Вот это вот отношение. Отважный шаг такой. Нет, 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 это просто отношение к тому, что делаешь. Настолько... Я понимаю, но люди-то все разные. У меня же звонить могут со всем наболевшим. Есть такая вещь, не на всех упаковках, честно говоря, только на масле. И это, в общем-то, было сделано, с одной стороны, ради шутки, да, но с другой стороны, действительно, иногда получая обратную связь. Вот. И я скажу, что в основном присылают благодарности, да. Бывала иногда критика конструктивно и, в общем-то, достаточно полезно. Поэтому мне, допустим, важно общаться напрямую с потребителями и слышать, что им нравится, там, что не нравится. И очень-очень полезная вещь. Я кому не советую, там, у меня недавно был в гостях генеральный директор компании, там, с оборотом 5 миллиардов, там, ну, в мире, евро, да. Вот. Я говорю, ты размести. Он говорит, не-не-не, спасибо. Никто не хочет моим лайфхаком пользоваться. Пионера в этом направлении. Скажите, а это недавно, как давно вот эта продукция появилась? Нет, ну, это уже, я лет 10, наверное, телефон. На, куда, нет, я имею в виду сыр, масло. Ну, смотри, у меня два бизнеса основного, один связан с кормами, а другой связан с сырами. У нас вторая компания находится в Брянской области, город Севск. И вот бренды есть у Награнде, у Малат, Претта, Бонжорно. И мы действительно планируем расширяться. И я уже сказал, если мы будем расширяться, то я постараюсь расширяться именно в свободной экономической зоне Ступино, потому что мне там, ну, всё нравится. Вот. Вот, надеюсь, там останется ещё земля. Вот сейчас как раз поедем, поговорим. Ну, ты тоже нравишься. Кусочек оставьте. А коллаборации с Борилой, расскажите, что это за такое сотрудничество? Ну, это теоретически, то есть у них есть отход, который называется отруби, а у нас мы частично в своих продуктах используем отруби. И, конечно, было бы и нам хорошо, и им, чтобы далеко никуда не возить. Мы буквально через забор с ними, что чуть ли не линию совместную сделать, чтобы подача была прямо в производстве. Ну, это как бы так теоретически. Ну, мы так совпало. Да, ну, как бы почему нет? Ничего не совпало. Это мы это совпали. Мы специально вас рядом разместили. Ну, то есть я так понимаю, что всё здесь ещё продумывается. Всё рукотворно. Вообще всё рукотворно. Я надеюсь, Борилла построится, потому что сейчас строительство в России непростая вещь. 24-й год надо подать. То есть это будет возможно, когда, естественно, уже всё будет завершено. Ну, да, когда запустится производство. Сырный завод когда будет строить? Ну, надеюсь, как можно быстрее. В этом году. Давай в этом году. Нет, нет, нет. В этом году не получится. Достаточно большие инвестиции, достаточно большие. Потом, знаете, сырный завод, это отличается от всех заводов, которые есть в зоне, потому что есть ещё очистные сооружения, достаточно мощные. И столько чищать не так уж и просто от сырного завода, поэтому это там тоже свои сложности. Ну, построишь и очистные сооружения. Да, построим, да. Железную дорогу построили, можно, тут же очистные сооружения, это, наверное, не так глобально. Да, это сопоставимо с железной дорогой, да, даже может быть больше инвестиций, чем в железную дорогу. Зато времени меньше по согласованиям. Время меньше по согласованиям, потому что, да, железная дорога, это много бюрократических процедур. Так-то её построить несложно, но все разрешения получить, это, конечно, непросто. Да, время идёт и идёт, а... Но удобство в плане финансовом и логистическом ощутить уже успели, естественно. Ну, конечно, да, у нас мы где-то процентов 30-40 отгрузок у нас идёт по железной дороге, вот, поэтому, естественно, мы это ощущаем. Ну, то есть, допустим, поставки в Сибирь и Дальний Восток невозможно без железной дороги, просто машины не доходят. Ну, за Урал всё идёт через железную дорогу, если бы просто её не было, мы бы не могли туда поставки осуществлять. Екатерина Алексеевна, вот зашла уже речь про то, чтобы место осталось, да, для строительства сырного завода. Как вообще? Сколько места ещё есть? Да сейчас поговорим с Алексеем Анатольевичем как раз после интервью. Как торопиться будет? Да нет, есть ещё место, просто у нас особая экономическая зона, она 12 километров с запада на восток. И 7 с севера на юг. И поэтому вот западная часть, она уже практически вся освоена. Там осталось действительно очень-очень мало свободных участков для очень любимых инвесторов. И в этом году мы переходим на развитие восточной части. И, ну, просто инвесторы хотят обычно сидеть там, где уже много, куча. Уже кто-то есть. Да, а восточную часть вот сейчас первый инвестор у нас будет заходить. Мы под него будем туда строить инфраструктуру. И дальше уже будем развивать восточное крыло. Алексей Анатольевич просто хочет в западной части, но так, чтобы не сегодня, а когда-нибудь, когда он захочет. Поэтому это такая история. Но мы его очень любим, поэтому, безусловно, для него что-нибудь придумаем. Если что, в гамаке сделаем заводик. Ну, так вот, сколько еще можно вместить резидентов? Нет, ну, резидентов можно еще вместить. У нас еще порядка, наверное, 150 гектар свободных в особой экономической зоне. Еще у нас есть прилегающие территории, куда можно расширить особую экономическую зону. Так что все это, все хорошо. А в чем ваша уникальность, вот, вашей особой экономической зоны? Ну, логистически мы очень выигрышно расположены, потому что мы близко от М4, мы на пересечении вот этого большого железнодорожного кольца и Павелецкого направления, которое идет прямо на юг. Мы в уникальном районе, Ступинский район славится своим индустриальным развитием еще с 90-х годов прошлого века. Там Павел Иванович Челпан, который возглавлял 33 года этот район, устроил действительно промышленный рай. 33 иностранные компании были там до появления особой экономической зоны. Просто так совпало. Мы с Павел Ивановичем познакомились в 2008 году в Каннах на выставке по недвижимости. Он меня увидел, я тогда была немецким адвокатом, жила в Мюнхене. Он говорит, принцесса Ступинская. Как он знал, где Мюнхен, где Ступин? Как так сложилось, непонятно. Но вот в 2008 году он меня приметил. Было очень забавно. Да, так вот, что он сделал. Помимо того, что он создал уникальную систему, где чиновники и все муниципальные служащие заточены и воспитаны так, чтобы обслуживать интересы индустриальных предприятий как сервис-провайдера. Так еще и два поколения людей у него выросли, зная, что работать на предприятии, на линии, это престижно, это выгодно, это социальная обеспеченность. Есть специальное образование. Филиалы четырех российских вузов, включая Бауманку, и авиационный институт находятся в Ступинском районе. Там есть две школы среднего образования. И, опять же, настолько гибок график, что когда мне понадобилось 100 сварщиков для инвестора, мне директор техникума сказал, что, пожалуйста, мы тебе тогда две смены организуем, потому что у меня класс рассчитан на 50 человек. Ну, сделаем две смены, будет у тебя 100 сварщиков. По-моему, из тысячи выпускников 90% остаются в Ступинском районе. И вообще вот по социальной инфраструктуре там есть своя филармония, есть свой дворец культуры, уникальная архитектура в форме самолета. Люди из ближайших районов, Коломна, Зарайск, Кашира, ну вот не очень, да, озера, они переезжают в Ступино для улучшения качества жизни, потому что образование в школах лучше, потому что институты, потому что работа, потому что культурная жизнь. Часто приезжают с гастролями артисты Большого театра, например, в их дворец культуры. Но свои филармонии для провинциального города. Ну, это, конечно, достаточно, да, серьезно. Да. Алексей Анатольевич, расскажите о поддержке, которую ощущаете на себе, вообще, насколько комфортно работать на территории Подмосковья, ну и также о рабочих местах. Причем с того, что, во-первых, у нас нет никаких проблем с точки зрения каких-то препонов административных, в принципе, нет, я даже про такие не слышал, наоборот. То есть, когда я вспомнил, что мы газ запускали, действительно, там были сложности, но вплоть до того, что приехал то ли руководитель, то ли замруководителя МОСОБЛГАЗа, и мы с ним сделали дорожную карту, и буквально через месяц запустили газ, хотя до этого шло очень сложно. Вот, поэтому в этом смысле, ну, действительно, когда, и мне просто есть с чем сравнить, это гораздо все сложнее в других регионах, или когда ты один. Коммуникация, она такая достаточно оперативная. Да, когда ты один, это все сложнее, здесь все-таки как бы вместе, и это инфраструктурные вопросы, это лучше, да. Ну, и с кадрами я не вижу там проблем, то есть, достаточно квалифицированные кадры, это очень важно, да. И ступено, вот, то есть, все... Хотя мы строим, конечно, заводы, это, которые, там, минимальное количество людей, то есть, у нас на всем заводе работает, там, 56 человек, там, на всей линии 9 человек в смену, хотя линия там... Автоматизированная, да? Да, автоматизированная, то есть, есть даже этажи, на котором ни одного человека нет, то есть, там, 7 этажей. Ну, тебе же квалификация нужна высокая, поэтому, потому что авторизированный. Да, нужна квалификация, в этом смысле мы довольны, как бы, ну, как бы... И это тоже достаточно большой плюс. Ну, что ж, спасибо большое, что пришли сегодня. Желаю развития, Алексей Анатольевич, вашему предприятию. Чтобы с сырным заводом все сложилось, будем ждать эту продукцию, уже нашу, подмосковную, так сказать. Ну, и, конечно, развитие особой экономической зоны, новых резидентов, новых проектов. Завершение строительства Борилы. Спасибо большое. В программе «Бизнес-ланч» на Радио 1 сегодня принимали участие управляющий партнер особой экономической зоны «Ступина-квадрат» Екатерина Алексеевна Евдокимова и акционер «Унагранде Кампани» и «Мустанг-технологии кормления» Алексей Анатольевич Мартыненко. Бизнес-ланч.